всем привет в данном обзоре познакомимся с моделью l29 дельфин от компании eduard в издании профи пак 48 масштаб артикул модели 8099 профи пак это у нас издание с окрасочными масками и элементами фототравления эта модель не является разработкой компании eduard а всего лишь перепаковка компании амк конструкция в данном наборе представлена в виде вот такой небольшой книжечки очень приятного качества формата опять наборе у нас представлено 5 обычных литников один прозрачный и две рамки с фототравлением и окрасочные маски таблица красок как всегда представлена красками компании gsi creos в эмалевом варианте и в акриловом быстро пройдемся по страницам сборки по страницам инструкции данной модели качество просто замечательная печать инструкции просто идеальная лучшей инструкции наверное чем у эдуарда я еще пока не видел но это не точно здесь у нас варианты окрасок модели схема по нанесению технических надписей и последняя страница также с техническими надписями подробнее с инструкции вы можете ознакомиться на сайте производителя данной модели указав в поиске артикульный номер 8099 это очень удобно нежели у других производителей всегда можно зайти и ознакомиться с инструкцией также в наборе прилагаются естественно декали декали производства компании eduard качество нормальная печать без смещений толщина декалей стандартная не вызывающая никаких нареканий единственное что нету советских опознавательных знаков звезды относятся к американскому борту далее два листа с техническими надписями также все замечательно отпечатано все где нужно нужный цвет и еще один небольшой листик с техническими надписями все проложено калечкой рассмотрим пластик в наборе даны две вот таких вот рамки этого у нас рамок 5 я чуть-чуть ошибся давайте одну из них рассмотрим поближе итак на этой рамке у нас содержатся элементы кресел топливных баков колесных дисков сама покрышка пневматика и элементы интерьера и всевозможные тяги качество нареканий не вызывает ну в общем-то это и понятно это амка модели у них в общем-то неплохие по стыкуемости и по качеству литья мне очень понравилось ну а вы могли это видеть в сборке мига 31 который идет у нас на канале если вы еще до сих пор это не видели посмотрите думаю будет интересно ссылка будет в верхнем углу экрана также сможете найти это все на нашем канале на следующей рамке у нас содержатся элементы стабилизатора всевозможные щитки ниши шасси антенны антенна выполнена довольно крупновато на мой взгляд небольшие воздухозаборники на фюзеляж это видимо у нас передняя ниша либо за кабинное пространство перегородка за кабину створка передней стойки шасси все толкатели спрятаны на внутреннюю сторону выглядит очень хорошо модель выходила у компании амк в 2013 году но тем не менее качество литья с тех пор не ухудшилось на этой рамке у нас крыло закрылки элероны и немножко мелочевки трубки питом выполнены вместе с крылом это может быть не совсем удобно при работе можно зацепить и сломать вот такой крой довольно неплохой кажется на видео немножко крупноватым есть такое ощущение и внешне в реале так сказать слегка широковато расшивочка но при покраске она все равно немножко сойдет скажем так сделается чуть меньше ну а при нанесении смывки не стоит делать смывку слишком контрастно и резко подчеркивает подчеркивать такую расшивку клепочки на этом самолете не так много и присутствует она только там где это необходимо также одним целым с крылом сделаны стекателя статического электричества все толкатели с внутренней стороны следующий литник содержит фюзеляж самолета приборные панели кабину воздухозаборники стоки шасси качество как вы можете сами видеть просто отличная масштаб 1 48 никаких нареканий нет единственное что я смог увидеть как нарекания это слегка небольшие утяжины на тормозных щитках совсем слегка но они легко устранимы наждачкой небольшие следы толкателей на внутренних поверхностях тормозных щитков но спрятаны они в отверстия самой конструкции щитка и выбрать оттуда небольшой облой думаю не составит труда также часть элементов кабина выполнена на внутренней поверхности половинки фюзеляжа ванна корпуса довольно хорошо детализирована и наверняка стоит задуматься о том стоит ли заменять эту всю красоту на фототравление или оставить так как есть из набора модель обязательно нужно утяжелять в инструкции об этом указано нарисованы эдуардовский зайчик который напоминает о том что не забудьте утяжелить носовую часть иначе модель будет потом переворачиваться такая рамка с прозрачными элементами фонаря сдвижная часть фонаря откидная козырек и элементы бано и возможно фары откидная часть фонаря немножко подтерлась при транспортировке но это не криминально можно слегка прям слегка слегка заполировать полировочной пастой прозрачность фонаря можно сказать идеальная даже с легкой потертостью видно все через эти детали просто замечательно кристалл клир в издании профи пак модель комплектуется окрасочными масками вырезанными на плотере для окраски фонаря и колес также профи пак укладывается фото травления в данном случае две платы фото травления с ремнями и подушками кресел уже окрашены толщина фото травления довольно небольшая травление в меру мягкая меру жесткая две платки и основная панель которая входит в данную комплектацию это плата интерьера данной модели отдельно мной были приобретены такие замечательные колеса опять же от компании эдуард подразделением брайзин который делает смоленные дополнения для модели компании эдуард колеса решил взять по причине того что в пластике они чересчур простые на пневматике как на самих покрышках нет никакого рисунка узора и выглядят они бедненько давайте посмотрим поближе дополнение в виде шасси упаковано вот в такой приятный очень блистер приятно держать такой скажем товар в руках внутри у нас такой вкладыш с иллюстрации самих пневматиков видимо вариант маски который можно применять при окраске и таблица с цветами необходимые для окраски тут внутри еще есть внутри целая инструкция по тому как правильно установить колеса почему-то отпечатана она зеркально очень странно кто-то видимо ошибся очень интересно как так как так здорово в общем в комплекте нежданно-негаданно оказалась дополнительная окрасочная маска это прям сюрприз и она станет либо запасной либо будет использована по назначению но инструкция вот это конечно класс это видимо такой сюрприз для моделистов тем не менее данную инструкцию также можно найти на сайте компании eduard и посмотрите в цифровом виде компания eduard всегда дает свои инструкции и это хорошо и теперь сами колеса качество изумительное имеются надписи рельеф самой покрышки протектор колеса из набора сравниться с этими ни в коем разе не могут выглядит просто супер колеса данные под нагрузкой и передняя колесика стойки шасси передней выглядит также очень и очень красиво и вилочка на которой держится переднее колесо и в завершении данного обзора рассмотрим травление которое я приобрел отдельно для данной модели это экстерьер внешние детали для повышения детализации как обычно все выполнено на высоком уровне упаковано стандартно для компании eduard здесь у нас даны некоторые элементы не шасси некоторое количество не видимо те которые будут видны при выпущенных закрылках траву мягкая элементы гидролиний тормозной системы видимо и не шасси естественно в комплекте под отравлением идет инструкция здесь мы можем рассмотреть как это все правильно собирается в какой последовательности и грубо можно представить как будет выглядеть модель с данными дополнениями и так друзья всем спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки пишите комментарии будет больше лайков будет больше интересных обзоров и полезных а на этом все всем спасибо и пока пока